Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И мы продолжаем занятия школы травоведения. Сегодня мы будем говорить о такой прекрасной ягоде как Ирга. Интересное наблюдение такое. Это слово Ирга встречается в нашем интернете, наверное, достаточно редко. Я бы не сказала, что он в словаре русских людей встречается редко, а вот в интернете редко. И даже в словаре автоматически, они его не помнят, все время пытаются исправить на икру, на иру, на что-то еще, на что угодно, лишь бы не понять. Ирга – это ягода, имеющая такой мягкий, приятный вкус. Именно мягкий. Вкус Ирги отличается, на мой взгляд, как бы описать его, тем, что в ней достаточно много сахаров и немного кислот. То есть она имеет мягкий некислый вкус, такой чуть-чуть сладенький. Похоже на… Единственное, с чем могу сравнить, чтобы тот, кто не пробовал, понял, о чем идет речь. Это как вкус киселя. Вот так вот. Это связано с тем, что сахара в Ирге, они в большой степени сахар в Ирге в форме крахмала находится. И вот этот вот крахмалистый вкус, он достаточно оригинальный, достаточно интересен. Кстати говоря, благодаря вот такой особенности, такому вкусу, эта ягода вполне, так сказать, по зубам, тем, у кого больной желудок. То есть есть очень много людей, которые не могут кушать свежую смородину, например, свежесобранную, из-за того, что очень много кислоты. Есть люди, которые даже малину могут из-за этого есть. То есть пытаются засыпать сахаром или что-то еще делают, но просто вот это кисло вкусно переносят. А в этом случае, так сказать, Иргава, Иргава, Иргава в следующем. Вот. Но прежде чем мы займемся этой великолепной ягодой, рассказом о ней, я хочу сразу же сказать об единственном серьезном предостережении в нашем мире. Из-за того, что в ней много сахаров, если у вас сахарный диабет, вы собираетесь пить Иргу, кушать Иргу, лечиться Иргой и так далее, вам нужно при этом контролировать уровень сахара. Ну, как, если бы вы позволили себе, я говорю еще раз, не конфеты, конечно, но кисель с крахмалом. Вот такой вот, на таком вот уровне где-то. Вот. То есть уровень сахара внимательно-внимательно контролирует. Сахаров в ней действительно достаточно много. Ну все, на этом предостережение заканчивается. Аллергия эта ягода практически не способна вызвать, поэтому тут предостережения нет. А всем остальным она, ну как бы, во всех, во всех видах полезна. А, ну да, есть еще одно. Ирга прекрасно снижает кровяное давление у гипертоников. Соответственно, у гипотоников она может вызвать некоторую сонливость, вялость, вот такое вот, не то чтобы падение давления катастрофическое, а именно его снижение тогда, когда этого не хочется. То есть если у вас гипотония, то иргу тоже лучше, так сказать, к ней относиться внимательно, с осторожностью, но желательно с чем-нибудь тонизирующим его вместе. То есть если, допустим, ну, я не знаю, может быть лимонник, женьшень, что-то такое, вот как бы с ними, если вместе иргу принимать, в одном чае, в одном варенье, в одном салате ягодном, как-то вот в таком плане, тогда в одном соке, тогда давление, на давление она не скажется. Ну, то есть если добавить в нее соответствующий стимулятор давления, одновременно. Вот. Ну, а теперь более подробно поговорим об этой чудесной ягоде. Прежде всего, следует сказать о том, что ирга исключительно богата витаминами, минералами и микроэлементами. Между прочим, возможно, вот с этим именно, с этой ее особенностью связано то, что российские ученые исследовали эту ягоду, ее исследовали российские ученые с целью использования в пищевой промышленности. Много исследований. То есть такие диссертации о, как бы, приготовлении молочных каких-то продуктов, сыргой, об использовании ее в пищевой промышленности в качестве добавок каких-то блюда, об этом диссертации защищены. А вот о ее свойствах, как лекарственного растения, диссертации я не нашла, что очень интересно. Хотя народная медицина иргу использует издревле, и, в общем-то, официальная медицина эти свойства за ней признает. У богатейшего витамина минерального состава ирга прекрасно укрепляет иммунитет. Поэтому, если сейчас весной у вас есть запас замороженных ягод, то самое-самое время этот запас использовать. Самое время готовить из нее вкусные, полезные блюда. Второе достоинство ирги состоит в том, что она очень богата клетчаткой. Эта клетчатка, ну, как бы, непростая, а золотая, да? Она особенно хорошо стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. С одной стороны, ирга способна лечить желудок в случае язвы, гастрита и так далее. Вот это связано с ее особым таким, с особым составом ее сахаров, тем, что в ней крахмала достаточно много. Эта ягода очень полезна, как обволакивающее средство в некотором роде. Дальше, клетчатка, которая содержится в ней, она стимулирует работу желудка, работу кишечника. Она стимулирует и вызывает рост такой положительной, здоровой микрофлоры. Стимулирует эту здоровую микрофлору, в то же время способствует тому, что микрофлора какая-то болезнетворная, болезненная, она исчезает, погибает. В общем, при любых проблемах с улучшно-кишечным трактом кушать иргу очень полезно. Следующее ценное свойство ирги – это ее седативное свойство, ее свойство успокаивать. Возможность избавить от бессонницы тех, кто ее страдает. Возможность вечером спокойненько уложить детей и спать. То есть, если все-таки вечером ребеночку давать, ну, скажем, кисель из ирги, компот из ирги, сок из ирги, то сон ребенка будет гораздо лучше. То есть, ребенок будет спокойнее вести себя и все будет хорошо с ночным сном. Взрослым, которые страдают нервозностью, какие-то мысли лезут вечером, вот ненужные совершенно мешающие, тоже полезно перед сном пить сок из ирги. Седативные свойства у нее замечательные. Но не забывайте при этом о ее свойстве снижать давление. И, как бы, оно, кстати говоря, связано с ее успокаивающим, снижающим давлением свойства. То есть, гипертоник или человек, склонный к повышению давления, выпивая стаканчик сока из ирги, ну, как бы, укрепляет свое здоровье однозначно. В то же время, по тем же самым причинам, не стоит эту ягоду включать в состав завтрака. Не стоит ее кушать на завтрак, не стоит пить сок с утра, не стоит, если вы не гипертоник, водить машину после того, как вы выпили сок из ирги. Ну, вот, в таком вот духе. Немнейших свойств ирги является ее свойство оздоравливать кровеносную систему человека в целом. Она не только снижает артериальное давление, она еще и лечит сердце и сосуды. Еще одно свойство ирга серьезно препятствует образованию глистериновых бляжек, то есть развитию атеросклероза сосудов. Ну, то есть, как бы, здесь ее влияние на сердечно-сосудистую систему в целом сказывается очень сильно. И вот это вот ее свойство влияет на, ну, как бы, позитивно влияет на кровеносную систему. Оно не только защищает человека, который любит иргу, от инсультов, других последствий атеросклероза, инфарктов там каких-то и так далее, но и способна помочь при варикозном расширении вен. То есть, если у вас непониженное давление и намечается варикоз, ирга может стать тем самым, той самой палочкой-вручалочкой, тем самым волшебным растением, которое спасет ваше здоровье, восстановит его и даст вам долгие годы прекрасной, здоровой, полноценной жизни. Ну и последнее замечательное свойство ирги, это то, что она богата витамином А, и это делает ее очень-очень полезной для зрения. Вот, в общем, на этом мой сын просто требует, чтобы я закончила эту небольшую лекцию про иргу. До новых встреч, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, заходите в мою школу травоведения, будет еще очень-очень много всего интересного. Всего вам доброго, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»!